В эфире РБК региональный блок новостей. Меня зовут Максим Окунев. Мы обещаем из отеля Шаратон Плаза Фак. В Ашкортостане убрали сахарные свеклы на площади в 30 тысяч гектаров. Это 61% от всей засеянной данной культуры пахоты, сообщили в Минсельхозе Республики. Уборку производят в 19 районах. В районах, где площади со свеклой не превышали 350 гектаров, это Архангельский, Лишевский, Крамоскалинский, работы уже завершили. В то же время самый большой валовый объем корнеплодов накопали в Чешминском районе – 198 тысяч тонн. Хорошие показатели также в Буздягском – 139 тысяч тонн и Благоварском – 121 тысяча тонн. К переработке свеклы уже приступили в Чешминском и Раевском сахарных заводах. Напомню, по данным Минсельхоза Республики, в этом году урожай должен превысить 3 миллиона тонн зерна, часть из этого объема отправится на экспорт. Сейчас в Республике продолжается строительство и крупных элеваторов, а также зернохранилищ. Машкортостан официально станет площадкой кластерного развития России. Об этом сообщил вице-премьер Александр Шельдяев. По итогам форума «Производственная кооперация. Ориентир на технический суверенитет», который прошел в Туймазах. Гостями мероприятия стали более 150 человек из 31 региона страны. В рамках форума в Уфе прошла защита совместных проектов участников промышленных объединений и методической программы Минпромторга России про кластеры. Всего рассмотрели 8 работ, половина из Башкортостана. Предприятия Республики заявили о планах на возмещение субсидий на сумму около 150 миллионов рублей. Окончательный конкурс по заявкам пройдет в конце ноября. На данный момент в 42 регионах страны насчитывается 52 промкластера. Башкортостан в лидерах по данному показателю. У нас действует 6 промышленных кластеров. В этом году планируем включить в реестр Минпромторга еще 2 кластера. Это кластер легкой промышленности и станкостроения. И войти в 10 межрегиональных кластеров. Уже подписано соглашение с Омской, Челябинской, Оренбургской областями и Республикой Карелии в работе с Иркутской и Самарской областями. На сегодня в Башкортостане выявили 19 инвестпроектов, направленных на импортозамещение. Общий объем вложений составляет порядка полутора миллиардов рублей. По оценке экспертов, предприятия республики в рамках кластерного развития смогут кратно увеличить выпуск своей продукции. За 4 года в Башкортостане закупили более 390 единиц коммунальной техники на 2 миллиарда рублей. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве сообщил исполняющий обязанности министр ЖКХ Юрий Палтусов. На данный момент у предприятий, которые убирают улицы, дороги, дворовые территории, в регионе насчитывается свыше 2000 машин. 710 единиц техники обновили за последние 5 лет. В текущем году эта работа продолжается. В частности, ведомство использует механизм закупки по договору лизинга. На эти цели из бюджета выделяют 155 миллионов рублей. Оставшуюся сумму в размере 2 миллиардов нужно будет носить поэтапно до 2028 года. Механизм лизинга позволяет получить технику сейчас, а рассчитываться за нее в течение 6 лет. Средства бюджета распределены среди муниципальных образований в зависимости от пощадей и объема выполняемой работы. А также по принципу 128 единиц техники для муниципальных образований с административным центром города, 80 единиц техники для остальных сельских районов. На данный момент муниципалитеты провели конкурсные процедуры на поставку 155 единиц спецтехники. Среди них 42 трактора, 34 автосамосвала, 26 комбинированных дорожных машин, а также автогрейдеры и экскаваторы. В планах по дальнейшему обновлению парка ЖКХ применять такой инструмент, как офсетные контракты. Управление Федеральной антимонопольной службы подозревает сговор при проведении закупок по борьбе с непарным шелкопрядом в Ашкортостане. По мнению ведомства, лесопожарный центр республики, авиакомпания «Русавия», фирма «Гардсервис» и «Авиахим-Юг» допустили нарушение при заключении контрактов по проведению химической обработки лесов на юге республики. Пять договоров на сумму в 315,5 млн. рублей были заключены в мае 2021 года. Дело возбудили еще в январе 2023. По данным ФАС, Министерство лесного хозяйства в сентябре 2020 начало готовиться к нашествию непарного шелкопряда. Ведомство запросило у Рослесхоза финансовую поддержку. В апреле 2021 года федеральное агентство выделило республике почти 260 млн. рублей на условиях софинансирования. Из бюджета региона на борьбу с шелкопрядом выделили еще 65 млн. В мае на территориях Баймакского, Зелаирского, Хайбуллинского, Зянчуринского и Кугарчинского районов ввели режим чрезвычайной ситуации, что позволило госзаказчику провести 5 закупок без конкурса путем запроса предложений. Заказы на 315,5 млн. рублей достались в итоге уфимским «Русавия», «Гардсервис» и «Ставропольскому авиахим-Юг». При этом, по данным УФАС, все три компании заранее знали, что договоры заключат именно с ними и готовились к исполнению контрактов. По мнению антимонопольной службы, все эти обстоятельства свидетельствуют о наличии между ответчиками сговора, которое могло ограничить доступ других игроков к столь выгодным контрактам. В первом полугодии приставы передали на торги имущество должников Башкортостана на 5,7 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 года. Тогда на продажу выставили активы на 3,2 млрд, сообщили в Главном управлении ФССП по Башкортостану. При этом количество и сумма исполнительных производств за год уменьшилось. С января по июнь в регионе возбудили 925 тысяч дел против должников на сумму более 49 млрд. За тот же период прошлого года открыли 962 тысячи дел на 60 млрд. За шесть месяцев 2023 года связлиц в Башкортостане взыскали около 10 млрд рублей. Показатель за год вырос на 12%. Чаще всего исполнительные производства заводят из-за просроченных кредитов. 26 млрд рублей. Долгов по ЖКХ 1 млрд рублей. И по налогам на 203 млн рублей. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.